Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях депутат. Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. И к тому же еще директор спортивной школы Олимпийского резерва. Человек, который часто бывает здесь у нас в гостях, рассказывает, отчитывается, обещает и старается выполнять свои обещания. Леонид Троицкий, рады вас приветствовать. Добрый день. Я так понимаю, что июля-то особый месяц. Прошла какая-то конференция партийная, на которой обсуждались кандидатуры на будущие выборы. Это так? Да, но они даже не то что обсуждались, они уже утверждались. Утверждались с подготовкой списка, вынесением решения. А вот давайте сначала. Они как-то подаются до конференции, где-то обсуждается это? Как процесс происходит? Сначала проходил праймерис. Так. То есть это осталось работой? Партийное предвыборное голосование. То есть на самом деле только партия «Единой России» проводит данное мероприятие. И данное мероприятие, оно на самом деле еще усиливает достаточно мощный поток работы, который протекает в течение всего этого времени. А здесь просто идет еще концентрация. Заблаговременно это происходит, да? Да, заблаговременно. Потому что конференция – это уже такая точка отсчета. Конференция – это уже, можно сказать, такой финиш в последующие, после которой подается документ и список в ТИК. И все. Уже данные, утвержденные кандидаты, являются кандидатами в депутаты. Но фактически получается, что эти кандидаты прошли вот такой предварительный отбор, исходя из своей работы, своих предложений, показали себя. И такой вопрос. Исходя из последних, ну скажем, лет работы именно партии и именно в городском округе Берц или, может быть, вообще в Московской области, одни и те же люди проходят или список этот меняется? Нет. Я бы не сказал, что одни и те же. Конечно, есть костяк, который такой неоспоримый, потому что это очень активные люди. Ну, доказаны гадами. Да, доказаны гадами. Это люди с призванием. Они, конечно, как бы не выпадают. Есть, конечно, нюансы, потому что все под Богом ходим, обстоятельства, здоровье, еще что-то, кто-то сходит с дистанции. Возраст, потому что тоже все хорошо вовремя, как говорится, мы не бесконечны. Ну, очень много проявляет активности новые люди, новые лица. Молодежь идет? Молодежь, ну, скажем, люди... Ну, что такое молодежь? До 35. До 35, да. До 35 идут. 35, 40, 45, то есть, как бы, ну, по мне, как бы, мне сейчас уже до 46, как бы, ну, я себя стариком не считаю. То есть, да, как бы, я тоже молодежь. Только все начинает, все начинает. Тем более вы директора целой спортивной школы Олимпийского резерва, вы обязаны быть вечно молодым. Но вернемся к конференции. Вот конференция принимает решение, дальше начинаются выборы, да? Дальше уже составляется программа, по которой все кандидаты работают. Правильно я понимаю? Нет, программа, она составляется, ну, у программы вообще, как бы, ни конца, ни края нет. Да, то есть, она постоянно. Она всегда формируется, дополняется, постоянно приходят наказы жителей, да? То есть, как бы, это формируется база, проводится аналитика по этим наказам, да? И, соответственно, как бы, на основании этого формируются последующие действия и программы, да? То есть, из этого всего в совокупности программы формируются, вот. Поэтому, как бы, новички, кто пробует свои силы, да, в данном направлении, им, конечно, нужно многому поднаучиться, да? Конечно, мы уже, то есть, ну, я с 14-го года, как бы, да, в этой должности. Поэтому, конечно, мы уже так в строю, так плотно, с четким пониманием. Ну, новичкам помогаете, если что, подтягиваете. Новички, да, ну, новички, опять же, они же не то, что там, где-то он, я не знаю, в метрополитене ехал, тут ему устрелено в голову. Да-да-да-да, да-да-да. То есть, он тоже готовился, да, готовился. Конечно, как правило, это люди с активной жизненной позицией, да? То есть, которые всегда были на острие вот этой общественной атаки, да, неравнодушные, которые стремятся, так сказать, созидать. Не просто быть пассажиром, да, как бы, там, в этом вагоне. Ну, да. Люди действия, да. И, конечно, как бы, они уже просто, как вот опять же, если вернуться к своей истории, да, то есть, у меня, получается, сначала я так был по спортивной линии, да, там, вообще вне общественной, председатель общественной организации, вот, и я достаточно бурную деятельность вел годы 3-4 по этой линии, да. Потом я стал помощником депутата и начал втягиваться уже непосредственно в жизнь города и в политические все эти течения, вот. А потом уже, как бы, спустя еще некоторое время я зашел в общественную палату, вот, то есть, такой путь достаточно. И уже, вот, как бы, к 14-му году решил попробовать свои силы в депутатской деятельности, вот. И, в общем-то, у многих, как бы, ну, приблизительно похожий путь, да. И люди заходят на эти должности, как бы, и, ну, принимают эти решения, уже, да, у них в голове уже сформированы определенные программы, да, что они хотят сделать. И, ну, как правило, конечно, это все это во благо. Но впереди все равно выборы, да, их еще должны избрать. Одно дело, они прошли вот этот первый этап отбора в своем собственном, скажем так, коллективе, а потом они выходят уже на большую, в хорошем смысле слова, дорогу. Тем более, что выборы, до них еще есть время. Сейчас будет какая-то, видимо, компания организована, да, какая-то будет встречи с избирателями проходить, верно я понимаю? Да, да. Когда стартует компания, когда? Ну, таковой компания, она, как я уже ранее сказал, да, постоянно идет, да, постоянно идет работа. Но все-таки мы должны, как бы, активизироваться. Сейчас, конечно, будет активизироваться, да. Ну, предположительно, да, июль. Июль месяц, конечно, люди отдыхают, дачи, отпуска. Да, вот, наиболее активный, я думаю, будет август. Вот, хотя работа сейчас уже ведется, в активной фазе, да, каждый день какие-то мероприятия, участие. Это я уж не говорю о том, то, что, так скажем, нескончаемый поток наказов, который еще сформировался, кстати, с предвыборной кампанией депутатов Госдуму. Вот, у нас на округе только на нашем первом избирательном порядка 800 наказов, да, и процентов 40-50, они уже исполнены, реализованы. И, ну, работа ведется постоянно. Ну, то есть, наверное, есть такие глобальные наказы, которые быстро не выполнят, а есть те, которые можно решить в быстром порядке. А вы следите за тем, что происходит в соседних, ну, скажем, в других партиях, или, скажем, у самовыдвиженцев, которые планируются? Надо же, так сказать, рынок изучать, кто, как, что. Ну, конечно, да, надо знать своего соперника, так скажем, в лицо. Вот, но тоже соперник может даже громко сказано, потому что, по большому счету, ну, у всех задача одни и те же. Ну, да, может быть, видеть немножко с другой, как бы, стороны, да, как бы, ну, это уже такие политические нюансы. Вот, на самом деле, все эти люди, можно сказать, с одного теста сделаны, как говорится, заточены под результат, вот, результат, который, вектор этого направления, достижение этого результата, опять же, задает у нас высшая власть, да, это у нас президент. Вот, президент формирует задачи, принимают губернаторы, муниципалитет, и вот этот механизм, эти шестеренки пошли-поехали. В принципе, неважно, какой ты партии там принадлежишь, то есть у нас же нет никаких там радикальных партий, да, которые там поперек там движения хотят идти. Просто немножко разные подходы, а так? Хорошо. Ну и теперь давайте повернемся уже к конкретной депутатской работе. Первый блок депутатской деятельности посвятим. Насколько вот все-таки между выборами, да, существует период работы депутата, и перед выборами все-таки он может смело сказать, что удалось сделать, что, может быть, не удалось сделать, что, может быть, планирует сделать, потому что наверняка на тех встречах, которые будут, все равно будут задаваться вопрос, а что вот вы планируете сделать, оставаясь на должности депутата? Вот давайте сначала скажем, что удалось сделать, где вы чувствуете, что да, вы, как представитель депутатского корпуса, готовы сказать, да, мы это сделали, это здорово. Что мы сделали? Ну, на самом деле, учитывая то, что работа протекает каждый день, и каждый день принимаются какие-то решения, каждый день отрабатываются какие-то наказы, вот, объем этих, так назовем, добрых дел, и то, что мы сделали, он большой, да, но наиболее, так скажем, значимый, да, то есть мы двигаемся, как есть, приоритетные направления, да, это качество образования, качество медицинских услуг, это контроль, ремонт социальных объектов, это соцзащита и, наверное, адресная помощь, да, вот, в рамках этих задач и приоритетных направлений, как мы работаем, да, то есть у нас капиталица школы, у нас благоустраиваются скверы, улицы, вот, кстати, что касается благоустройства, да, на самом деле, ну, только вчера общался с замглавой по благоустройству, Марина Зинкина, вот, очень грамотная девушка, специалист, да, специалист на своем месте, вот, но достаточно серьезная проблема с вандализмом, вот, причем это все уровень подростковый, вот, и причем в 80% ловят ребят, есть уголовные дела, есть условные наказания, вот, штрафы достаточно серьезные, вот, однако это происходит, но данный вопрос, он, эта проблематика, она присутствует, вот, и, допустим, сейчас вот идет посадка, да, скверы, клумбы, палисадники, вот, ну, мы едем, да, как бы, красиво, тюльпаны, это что же все это, ну, это немалых денег стоит, чтобы вот это поддерживать город в таком свежем, приятном, приятное ощущение создают, да, где-то посидишь на лавочке, тут колышатся тюльпанчики, ну, это красиво, приятно, вот, но, к сожалению, как бы, да, вот эта вот обезьяна, она идет, там, рвет три тюльпана, по дороге еще, там, 150, да, погибает, да, при этом, конечно, как бы, ну, это такой вопрос воспитания, который, конечно, мы, надо было бы обратить к нашим телезрителям, да, что, я не знаю, там, родители поработали, да, как посмотрели, ну, что, как-то в этом направлении, потому что, как вот, есть поговорка, да, как бы, чисто там, где не мусорят, ну, точно так же и здесь, как бы, надо, ну, следить над каждым из нас, на каждом из нас лежит ответственность, вот, сохранение порядка, чистоты благополучия нашего города, потому что, ну, если по-другому мы будем мыслить, ну, никогда не будет порядка, никогда не будет чисто, хоть сколько-то денег залей, только ходить будешь жаловаться. Все от общества зависит от человека. Ну, отлично помогает, вот, то, что мы на протяжении нескольких лет развиваем тему безопасный город, установка видеокамер, да, как бы, программа не, тоже не перестает набирать обороты, и, конечно, вот, благодаря, вот, при взаимодействии, как бы, как бы, с МВД, да, как бы, тут от них информация, уже благодаря видеокамерам видеонаблюдения, кажется, удается, там, вот, в 80 процентах, как бы, ну, к тому же, да, к тому же, вы член общественного совета при МВД России Люберецкая, и поэтому у вас есть, да, это, к примеру, контакты. Да, мы плотненько работаем с нашими органами правопорядка, вот, взаимодействуем, сейчас вот, буквально, недавно проводили несколько мероприятий, то есть у нас частенько проходят общественные мероприятия, да, и, ну, конечно, цель, не больше на детей, да, на детей и подростков, потому что это такие профилактические эти меры, то есть, в общем-то, основная аудитория, с кем надо работать, да, 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 на кого можно еще повлиять, да, 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 можно, ну, как бы, на правильный путь, как раз направить перекресток, когда вот они вот подходят к нему, и вот можно пойти влево, можно пойти вправо, да, как говорится, выбрать правильное направление, вот, и вот здесь, конечно, как бы, акцент идет работы, вот, летние лагеря школьные, да, мы вот несколько мероприятий проводили, опять же, совместно со спортивной школой. А не мы сейчас поговорим, да. Да, да, наши, наши тренерский состав, тоже там, показательные выступления, такая спортивная пропаганда, набор. Ну, и есть возможность вытянуть каких-то ребят из этих... Конечно, а сразу, на самом деле, ребят, вот мы провели в кадетской школе, вот там директор Скиса Наталья Геннадьевна, тоже мы так, наши коллеги, вот очень хорошая школа, и вот мы там провели, да, как бы вот это показательное выступление с борцами нашими. Ну, там приняли участие, там порядка, там, человек 30 ребят, вот. И, ну, конечно, после, там им дали возможность, показали приемчики, дали возможность, ну, так, чтобы как бы безопасно, аккуратно, потому что борьба такая штука непростая, надо быть готовым к ней, вот. Но по завершению, там уже очередь из ребят высылал, как, а где хочу, как мне прийти, все объясним, все расскажем. Но, на самом деле, вот эта работа, она же раньше и была, на самом деле. Вот когда мы учились в школе, я помню, когда у нас чуть ли не каждый урок физкультуры, причем в начале учебного года приходили тренеры с различных секций, и вот смотрели под себя, как бы... Ну, вот давайте мы сейчас со спортивной тематикой тоже коснемся. Напомню, что у нас в гостях депутат Совета депутатов и директор спортивной школы Олимпийского резерва Леонид Троицкий. После небольшой паузы вернемся. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», и сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов, директор спортивной школы Олимпийского резерва Леонид Троицкий. Вот теперь об Олимпийском резерве, как известно, мы сто раз об этом говорим и будем говорить, что Люберцы – это территория спорта. И вот в предыдущей части мы рассматривали это даже как элемент такого воспитательного, назидательного, если хотите, какого-то патриотического тоже воспитания. Ну а теперь на посту директора спортивной школы. Сейчас, конечно, мы понимаем, что соревнований, наверное, внутри России будет гораздо больше, где можно будет себя показать. Как идет работа? Как удалось ее выстроить на сегодняшний день? На сегодняшний день она, я бы не сказал, что она выстроена в итоге в своем состоянии. Эта работа проводится, потому что мы сейчас, что греха таить, на сегодняшний день мы не знаем, что завтра будет. Потому что ситуация меняется, легче не становится. Поэтому в этом направлении работают высшие спортивные чиновники. А мы ожидаем, смотрим. Наша задача тренировать, создавать условия для качественных тренировок, чем мы и занимаемся. Я так понимаю, у вас же все-таки есть первая часть, это те, кто уже в школе, а вторая часть, это будущий ваш набор какой-то будет происходить? Набор ежегодный идет. А когда набор происходит? Набор происходит в начале года, где-то открывается, там тоже есть определенный механизм набора. Групп открывается в августе. Ну, чтобы как, ну, в общем-то, традиционно, как и начало учебного года, люди подают через электронный портал заявку, то есть принимаются в те группы, которые открыты. Так, ну, а теперь с теми, кто действующие спортсмены. Действующие спортсмены... Вообще, лето бывает, бывает, в отпуск уходят как-то? В отпуск, ну, в отпуск... Что такое в отпуск у спортсменов? Это же физическую форму нельзя терять. В отпуск для спортсмена, это как бы, ну, может быть, допустим, тренировался он 7 раз в неделю, да? А в отпуске он будет тренироваться там 3-4 раза в неделю, или, допустим, там по часам. Да, он будет так же каждый день, но там он, не знаю, 2 тренировки в день провалил. Ну, это 1-2. Да, ну, добавится велосипед, например, будет кататься в дом. Ну, соответственно, будет использоваться возможность, да, кто-то занимается зимой как бы в залах преимущественно, да, как бы в летний период, да, можно там и поплавать, и на турничке повисеть, побегать на стадионе, и там велосипед, ну, все, все, что, так скажем, с летом связано. Ну, чтобы разнообразить немножко, потому что, конечно, тренировки, они должны быть, ну, приятные, да, то есть, когда ты каждый день себя ломаешь, конечно, это, ну, тоже, как бы, это, ну... Нет, нет, без удовольствия, да. Да, спорт должен приносить удовольствие, да. Это как я вот недавно смотрел фильм Ричард, Король Ричард, про теннисистов, ну, там по, знаете, по историческим событиям, да, 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 девочка выиграла Милдовский турнир, ну, там и вся их история, вот, и вот там их папа, он такой фанатично настроенный был, вот, он все время говорил, просто, говорит, получай удовольствие, вот, только она там рубится, там, серьезный турнир, серьезные ставки, он говорит, просто играй, просто получай удовольствие. И тогда получится, да, поэтому, конечно, и вот здесь вот, я к чему это говорю, то, что вот оно, в общем-то, так и должно быть, но это в идеале, понятно, что ты себя каждый день напрягаешь, ты загоняешь в рамках, ну, подруг, там там жесточайшая дисциплина, да, то есть, если речь идет о высших достижениях спортивных, то есть, это жесточайшая дисциплина. Это работа, это уже такая ответственная работа, ну, и, скажем, еще все зависит от тренерского состава, как они построят работу, потому что можно ли где-то давать, слабину, или, наоборот, нужно держать в ежевых рукавицах, или, может быть, кого-то нужно держать в ежевых рукавицах, а кому-то чуть-чуть больше надо давать какого-то, ну, пространства. Индивидуальный подход. Да, вот вы, когда выбираете свою школу, я так понимаю, что костяк все равно существует, да, ну, может быть, кто-то уходит, кто-то приходит. Нет, костяк, конечно, передовые, у нас есть передовые спортсмены, они почти все в сборной России, сборной Московской области у нас, ну, допустим, у нас сейчас порядка 60 кандидатов мастеров спорта, да, 15 мастеров спорта, один у нас мастер спорта международного класса, то есть, как бы, ну, такой у нас уровень достаточно. У нас в тройке сильнейших слог. Целая мастерская. Мастерская, да, мастерская, то есть, как бы, у нас... И они же являются и тренерским потом резервом, да? Ну, как правило, да. Как правило, большая часть спортсменов профессиональных, которые посвятили этому всю свою жизнь, они, конечно, переходят в тренерскую работу. Я почему спрашивал про тренеров, потому что все-таки тут же помимо спортивной, ну, распределения нагрузки, составления какого-то графика и так далее, а тут еще моральные качества очень важны, да, когда тренер иногда ближе к спортсмену, чем даже родные папы и мамы. То есть, это же, как вот отбор этого коллектива происходит? Вы как-то следите за этим, за тем, как они работают, как они ведут себя с детьми и так далее? Конечно. Конечно. Я, допустим, сейчас своим приходом, я вообще установил видеонаблюдение в школе, да, и вывел в монитор. Монитор вывел в место, где ожидают родители, да, потому что раньше этого не было. Ну, для чего это сделал? Для того, чтобы, во-первых, родители все-таки, куда-то видели, да, что там происходит. Процесс идет, да. А тренер знал, что родители видят, что здесь происходит, да. И, соответственно, как бы где-то в каких-то моментах немножко там, ну, были более сдержанные. Ну, то есть, открытость такая. Открытость, да. Прозрачность. То есть, я, ну, получается, каждый друг друга себя, вот, так скажем, стимулирует для нормальной работы. Но ведь наверняка все равно, как в любом деле, бывают конфликты, вам, наверное, приходится их как-то разруливать. Ну, бывает, бывает. Да, и тут, как бы, тоже у нас вот такая, ну, по мне, так немножко грустная история, потому что я вижу, девочка, ну, очень, очень хочет заниматься в художественной гимнастике. Художественная гимнастическая очень жесткий спорт. Да. Жесточайшая конкуренция, да. И, допустим, а родители, вот они, ну, вот у них, ну, я не знаю, это много факторов, как бы, рядом с домом, бюджет, как вариант, да. Но данные у девочки, как бы, ну, далеки от, то есть, у нас же школа Олимпийского резерва, да, мы заточены на результат. Мы не просто, как бы, секция, мы не занимаемся, так скажем, развитием массового спорта, да, мы на больших достижениях. Да, спорт больших достижений, да. Вот, и, конечно, как бы, у нас есть все направления, то есть, в общем, там, как бы, хоть это не наша основная цель массовый спорт, как бы, все равно мы в этом представляем. Мы присутствуем, мы работаем в этом направлении, но заточены под высшие достижения. Девочка, хуя, сам общаюсь, ну, что-то, давай, может быть, на чирлидинг там попробую. Нет, хочу, вот, глаза полные слез, хочу в художественной гимнастике. Ну, а тринский состав, ну, она не проходит, к сожалению, не одни, как контрольные, переводные соревнования, да, ну, нигде не выйти, она уже, как бы, выпала в группу, где девчонки, младшие ее, там, на два, на три года. То есть, уже получается, как такой, ну, как-то, как картина. Диссонанс, да. Вот я с родителями, три раза я встречался, я с родителями, я не знаю, вот они увидят, не увидят, как говорится, я им добра только желаю, как говорится. Вот, но родители, к сожалению, не слышат, да, вот бабушка пришла, я говорю, бабушка, вот, минуты расстались ночью, говорю, бабушка, у вас основная задача, чтобы не усугублять ситуацию, потому что перспективы понятны, то есть, как бы, в чем эта психика девочки. Девочка будет страдать, потому что она будет с каждым днем все больше и больше понимать, что что-то с ней не так, потому что эти девочки уходят дальше, уходят, двигаются вперед, соревнования, да, еще что, а она, что, как-то здесь остается. Вот, и, ну, я это вижу, я понимаю, то, что, ну, мне ребенка жалко, а вот родители, вот у них, вот, я не знаю, ну, может быть, вот эту слабость проявляют, как говорится, понятно, я тоже понимаю, что ребенок там где-то... Хочу, и все, да. Глаза полные слезы, хочу, и вот они вот хотят тоже это сделать, вот. Ну, в итоге, как бы, мы все-таки вот расстались, да, но это было триста, такие дощипательные встречи, как бы, ну, неприятно, главное, вот ребенок, мне беспокоит, уже ребенок страдает от этого. Ну, тут, да, такое дело, тут уже надо правильно понять и родителям, и хорошо, если это делается по правде на этом этапе, чем потом, действительно, она будет нести этот... Уже запущенная ситуация была, нужно было раньше это сделать, потому что прошло полгода, а бабушка задача своей не... Я говорю, найдите девочке альтернативу, ее нужно переключить на какой-то другой... Да, ей понравится, и там она может себя проявить приказ. Конечно, и таких, таких моментов много. У нас вот девочка тоже, наша воспитанница, она, значит, была, тренировалась всегда на легкой атлетике, вот, потом были отборы по бобслею, вот, ее заметили, и взяли в команду. Вот, на предыдущей зимней олимпиаде она была участницей... А вот что за ощущения, когда, ну, можно же оставаться в школе олимпийского резерва, в любой, да, у нас же много таких всевозможных направлений по стране, и, в общем-то, никогда и не добиться, да, этого, да, стремиться к этому не добиться. А что вот испытывает сам спортсмен, когда вот его приглашают, что испытывает тренер, что испытываете вы, что вот ваша девочка попала, ее увидели? Нет, ну, мы испытываем, конечно, гордость одновременно, ревность, да, что... Уйдет. Да, уйдет, потому что... Мы теряем ее, да. Конечно, потому что, ну, тренеры, правильно, как вы сказали ранее, они бывают ближе даже, чем родные, да, потому что тренировки ежедневные, они с ними, ну, в самом деле, вот, у нас так сложилось, у нас, не у нас, может, это везде так, а вот, ну, вот, у нас и сложилось, что коллектив тренерский, он очень хороший, да, очень душевный, семейный и ежедневный тренеров, то есть, ну, видно, что тренера, они вкладывают душу, ну, они просто там раз, там, побежал, там, остановился, вот, а работают на результат, думают, смотрят, побежал, да, побежал не так, то есть чувствуют человека, фактически, да, где-то дают отдохнуть, где-то, где-то зажмут в кулак, то есть, как бы, и ребенок тоже это ощущает, вот, и, конечно, как бы, у них вот это вот возникает, это доверие, эта связь, как вот, ну, порой даже более доверительная, чем родительская связь. Хорошо, ну, мы движемся к завершению, давайте по школе, я так понимаю, что процесс идет, и мы следим за событиями и надеемся на то, что будет возможность показать себя в соревнованиях, да, в любом случае, никто не отменял возможность продолжать тренироваться и готовить себя к спорту высших достижений, но вернемся к депутатской деятельности, тем более, что все вот у нас осенью, да, это все должно произойти, 11 сентября, да, 11 сентября, вот, ваши ближайшие действия, то есть, вы будете встречаться, да, то есть, вас можно будет найти на этих встречах, то есть, нужно, чтобы жители городского округа Люберца могли следить за вашими выступлениями, то есть, вы их будете оповещать, да, каким-то образом? Ну, да, мы все наши, всю нашу деятельность публикуем в соцсетях, также есть портал избиратель-депутат, вот, как бы, к сожалению, о нем мало информированного населения, но он есть. Избиратель-депутат? Избиратель-депутат, да, туда можно, там можно зайти, найти своего депутата по своему округу, там есть информация, кто он, что он, какие направления он отрабатывает, и, соответственно, вся его там деятельность, вот, через этот же портал можно связаться с ними, вот, написать обращение, то есть, как бы, он полностью функциональный. Да, мы будем сейчас встречаться, основной, так скажем, основная работа – это встречи, это приемы, личные беседы, разборы решения наказов предыдущих, сбор будущих, текущих. Работа продолжается. Да, работа продолжается, она, конечно, будет сейчас в максимально активной фазе. Спасибо большое, депутат Совета депутатов, директор спортивной школы Олимпийского резерва, Леонид Троицкий был гостем нашей программы, а эта программа «Открытый диалог», и с вами был Николай Пивненко, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова